Сначала скажу о головном предприятии, ПАОДК УМПО. Это головное предприятие, которое осуществляет производство авиадвигателей. Оно расположено в Уфе, а два его филиала, где мы проводили категорирование объектов критической информационной инфраструктуры, ОКБ имени Люльки. Это бывший машиностроительный завод «Сатурн», а ныне опытно-конструкторское бюро, которое разрабатывает двигатели для боевой авиации пятого поколения, расположенного в Москве. И наша, так сказать, испытательная база, главное, Латкаринский машиностроительный завод. Это стенды, на которых происходят испытания двигателей, лабораторно-измерительные комплексы, ну и также некоторые ремонтные работы по доводке авиадвигателей, по результатам их испытаний, расположены в ближайшем Подмосковье. Работы, о которых я хотел вам доложить, мы начали в июне 2018 года, а в июне 2019 года сведения уже были направлены во ВСТЭК. И через месяц поступил ответ, что сведения проверены и направлены в государственную систему обнаружения, предупреждения, ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Поскольку нашими предприятиями, одними из первых, были проведены работы в холдинге ОДК, который входит в госкорпорацию Растех, была, в общем-то, подготовлена эта презентация с целью выступить перед коллегами по цеху и убедить их, что проводить данные работы можно смело, руководствуясь четким планом и, конечно же, опираясь на индивидуальные особенности, на конкретную обстановку на каждом предприятии. Ну, конечно же, для всех вас тема категорирования объектов КИИ уже не новая, с 2018 года уже прошло достаточно много времени, эта тема хорошо изучена. Я не буду даже перечислять те нормативные акты, которые представлены у меня на слайде. Это займет достаточно много времени. Я уж не говорю про то, чтобы прочитать все эти документы, понять, разобраться в них. А ввиду краткости моего выступления я ограничусь только этим слайдом и не буду также давать определения какие-то, может быть, которые прозвучат по тексту моего выступления. Скажу только, что напомню вам, что под категорированием мы понимаем некую процедуру, в ходе которой объект КИИ, ну, или критической информационной инфраструктуры, оценивается по некоторому ряду показателей, по некоторой совокупности показателей, и в зависимости от значения этих показателей ему присваивается одна из трех категорий значимости. Первая, вторая или третья. Или принимается мотивированное решение об отсутствии таковой. Хочу даже не то, что сказать, а сделать акцент на тех вопросах, с которыми столкнулись мы на наших предприятиях в ходе выполнения данных работ. Как я уже сказал, нормативная база достаточно большая, разобраться в ней достаточно сложно, особенно работникам информационной безопасности на таких вот предприятиях, как вот Люлька, ЛМЗ, ну, это небольшой штат сотрудников, ну, и не буду говорить, что там семи пядей во лбу, и академическое какое-то образование. И без четкого плана, конечно, работы, они двигались бы с трудом. Вот. Ну, и госкорпорация Ростех нам в этом помогла. Вышел приказ этой государственной корпорации Ростех, под которой мы находимся, 12 июля 2018 года, номер 84, который уже содержал четкий план работ по категорированию объектов. Пункты, в общем-то, стандартные, понятные. Прежде всего, это образовать комиссию на предприятии. Второе, это, конечно, определиться с объектами критической информационной инфраструктуры, направить перечень объектов в СТЭК. Четвертый пункт, провести, конечно, категорирование этих объектов. А вот пятый пункт, он уже как бы вызывает некоторые вопросы в этом плане, да, направить утвержденные акты во СТЭК. Ну, поскольку работники службы безопасности, как правило, люди военные, мы решили, что поскольку сроки, вот видите, тут 35 дней, 10 дней, 15 дней, сроки достаточно четкие, мы решили по-военному, что лучше один раз сделать вовремя, чем два раза правильно. Ну и приступили к работам. И уже на первом же этапе, на этапе образования комиссии, столкнулись с некоторыми вопросами. А вопросы заключались в следующем. Как я уже доложил, главное предприятие у нас находится в Уфе, совершенно другой субъект Российской Федерации, а филиалы, где мы проводили категорирование, это Москва и Московская область. Можно ли было создавать комиссию, две комиссии на одном территориально разнесенном предприятии? Ну, на 2018 год правила категорирования нам ничего на этот счет не говорили, и мы на свой страх и риск решили, что мы проведем категорирование и создадим комиссию именно на два московских филиала. Вот, Уфу трогать не будем. А второй вопрос – это состав комиссии. Опять же, в правилах категорирования, одиннадцатый пункт, насколько я помню, там он четко говорит, что есть сотрудники, которых необходимо привлекать в эти комиссии. Но у нас была мысль привлечь сотрудника финансово-экономического блока, директора по экономике и финансам филиалов, и начальника отдела закупок и реализации заказов, размещения заказов. Вот, и мы тоже это сделали на свой страх и риск, несмотря на четкое, так сказать, 127-е постановление правительства. Ну и третий вопрос – кто возглавит нашу комиссию? Тринадцатый пункт правил категорирования говорит, что руководитель комиссии должен руководитель субъекта критической информационной инфраструктуры, либо лицо ему полномоченное. Ну и мы решили, что раз эти работы идут по службе безопасности, то, по всей видимости, руководителем комиссии будет, председателем комиссии будет лицо, отвечающее за безопасность на предприятиях, это заместитель директора по безопасности, который, кстати, курировал у нас оба филиала. Вышел приказ о назначении комиссии, о создании комиссии. Вот я красным подчеркнул, он на два филиала, включили работников финансово-экономической сферы, председателем комиссии у нас стал заместитель директора по безопасности, ну и приступили к работам. Сроки, которые в приказе значатся, ну, они совпадали с указанием госкорпорации Ростех. Должен отметить, что данное решение мы принимали в августе 2018 года, исходя, повторюсь, из правил категорирования, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 8 февраля 2018 года, номер 127. Ну и руководствуясь, как я сказал, уже здравым смыслом в тех вопросах, о которых правила умалчивали. И такой подход, в общем-то, оказался верным, подтверждением, чему послужило постановление правительства уже от 2019 года, номер 452, которое вносило поправки в правила категорирования. И как раз решало эти наши вопросы, вероятно, они были не только у нас, то есть разрешили вводить в состав комиссии работников финансово-экономических подразделений, а также создавать комиссии по категорированию в отдельных филиалах и представительствах. Ну и по формированию комиссия сразу приступила к работе. Были определены процессы в рамках деятельности филиалов, выявлено, какие из них являются критическими, и составлен список объектов критической информационной инфраструктуры, к которым, как я напомню вам, относимы информационные системы, информационно-селекоммуникационные сети и автоматизированная система управления, на которых происходит обработка информации, необходимой для обеспечения деятельности этих критических процессов, или которые осуществляют управление, контроль и мониторинг этими критическими процессами. Сформированы таким образом перечень объектов критической информационной инфраструктуры. Мы согласовали с главным предприятием, направляли его в ПАО ДК УМПО, и после согласования и утверждения генеральным конструктором-директором этот перечень был направлен во ВСТЭК. Должен сказать, что несмотря на некоторые сложности, связанные с попыткой поглубже погрузить в работу комиссии по категорированию, нам удалось привлечь внимание к работам, сделать им своеобразную рекламу и поднять рейтинг данных работ на фоне других процессов организации. Поскольку у нас следующий шаг проведения категорирования вот этих объектов критической информационной структуры, у нас отводился практически год, мы решили, что у нас есть возможность заключить договор привлечь к работе стороннюю организацию, специализированную организацию, которая обеспечивала профессиональный подход в проведении обследования предприятия, уточнение состава объектовки, формирование модели угроз безопасности на основании банка данных угроз безопасности информации в стек, и определить для каждого объекта ки критерии значимости, а также выработать необходимые рекомендации по защите объектов ки. на этом этапе сыграло положительную роль то обстоятельство, что члены комиссии к этому моменту уже достаточно были погружены в работу, осознали ее сложность, важность, и отчасти были готовы уже делегировать свои полномочия опытным специалистам со стороны. А также то обстоятельство, что членами комиссии по категорированию являлись директор по экономике и финансам филиалов и начальник отдела организации закупок и размещения заказов. Бюджетирование работ было запланировано заранее, а ключевые фигуры закупочного процесса были в курсе проводимых работ, что облегчило выход на договор с подрядчиком. Говоря кратко, был проведен конкурс, заключен договор с его победителем и проведены работы, предусмотренные договором, которые были на предыдущем слайде. Необходимо отметить, что подразделение информационной безопасности активно сопровождало эти работы и обеспечило взаимодействие сотрудников подрядной организации с нашими сотрудниками, с нашими работниками, проводя по проведению необходимого интервьюирования, по ознакомлению с документацией, которую мы подобрали еще на первых двух этапах работы предварительно, и решало также многочисленные работы, которые проходили по ходу категорирования. Опять же, опыт, полученный ранее на этапе подготовки перечня объектов критической информационной инфраструктуры, очень нам помог. И результаты работ были переданы в положенный срок на рассмотрение комиссии по категорированию. Считаю, что данный подход себя оправдал полностью, так как мнение сторонних специалистов во многом совпало с выводами нашей комиссии по категорированию и в плане критических процессов, и в плане списка объектов. И это, конечно же, с одной стороны вызвало со стороны комиссии доверие к специалистам подрядной организации, а с другой стороны подняло и свою самооценку и мотивировало в дальнейшем на проведение работы. Ну и, конечно же, мы убедились, что верно подобрали состав комиссии, и работники комиссии обладают нужными компетенциями. Второе. В первоначальный перечень объектов КИИ были внесены все-таки незначительные изменения, что, тем не менее, его сделали более лаконичным и более профессиональным. Третье. На рассмотрение комиссии были предоставлены акты категорирования каждого упомянутого в перечне объекта критической информационной инфраструктуры, содержащие мотивированные заключения об отсутствии необходимости присвоения категории значимости упомянутым объектам. Ну и, на мой взгляд, для меня, как сотрудника службы информационной безопасности, самое важное, были даны рекомендации по обеспечению безопасности КИИ. Содержащиеся в отчете о проведении внешней оценки рекомендаций, общей рекомендации в области обеспечения безопасности КИИ, они задали, можно сказать, вектор работы подразделений информационной безопасности филиалов. И, поставив подписи под этими рекомендациями, руководство филиалов тем самым согласилось с планами развития информационной безопасности филиалов, мотивированием бюджетирования и закупок средств защиты информации. Вот второй пункт этих рекомендаций. А также с важностью вообще направления обеспечения информационной безопасности в работе филиалов. О некоторых неточностях, упомянутых в высшей приказе государственной корпорации Растех. Мы также сообщили в ходе презентации данных работ в холдинге ОДК. После согласования утверждения, акты категорирования должны храниться на предприятии. Они хранятся так, до вывода соответствующего объекта критической информационной инструктуры из эксплуатации или по изменению категории его значимости. А в АПСТЭК направляются специально подготовленные сведения об отсутствии необходимости присвоения объектам критической информационной инфраструктуры категории значимости, которые готовятся в соответствии с приказом АПСТЭК России от 22 декабря 2017 года, номер 236. И хочу отметить, что акты и сведения – это совершенно разные документы, как по содержанию, так и по действиям, осуществляемым с ними. Ну и заканчивать свое выступление хочу упоминанием, что в пункте плана, определяющем мерам защиты объектов Ки, центральное положение занимает подключение к системе ГОССОПКО. Ну, а в нашем случае, в случае предприятия Растеха, это означает подключение к корпоративному центру обнаружения и обнаружение и лексидации последствий компьютерных атак государственной корпорации Растех, или сокращенно КЦОПЛ. Данное подключение филиалами было осуществлено в сентябре 2018 года. И поскольку все-таки мое выступление, можно сказать, относится к 2018-2019 году, все-таки хочу немножечко перекинуть мостик на наши дни, на прошлый год, 2020. Завершение внедрения системы межсетевого экранирования на предприятиях CheckPoint, которое также было представлено в рекомендациях комиссии, позволило предприятиям перейти на режим удаленной работы, когда нас накрыла вот эта волна пандемии, а работникам осуществить безопасные подключения к ресурсам сети предприятий из дома. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ